Две сестры. Гиенновидные собаки. Родом из семьи легендарных охотников. Но они не единоличные хозяева саванны. На территорию собак вторгся клан гиен. На земле полной добычи встретились два высших хищника. Столкновение неизбежно. Хочется узнать, кто из них в итоге одержит верх. Африканские охотники. Смертельные соперники. В зарослях колючих кустарников прячутся детеныши гиеновидной собаки. Их всего шестеро. Типичный размер помёта. Четыре брата и две сестры. Танди и Лула. Лула пуглива и предпочитает общество собратьев. Танди посмелее и часто исследует территорию вокруг. Никто из щенков ещё не осмеливался покидать логово дальше, чем на несколько метров. Им всего 10 недель от роду. Эти щенки пополнили стаю диких собак. Теперь в ней 16 особей. Вот их родители, преданная друг другу пара вожаков, чью жизнь вот уже несколько лет учёные отслеживают по радиоошейникам. Это дружная семья. Стая Мопане. Названная так в честь зарослей деревьев, где они растят потомство. Чащие Мопане находятся в двух километрах от реки Луангва на юго-востоке громадных охотничьих владений собак в 500 квадратных километров дикой земли. Прибрежная зона – идеальное место для охоты и для выращивания потомства. Засушливый сезон в долине реки Луангва в разгаре. Водоёмы пересыхают, и добыча устремляется за водой к реке прямо через владение Мопане. Гиеновидные собаки – одни из самых удачливых охотников Африки. Это самые выносливые бегуны. Стая Мопане – не исключение. Загоняя свою добычу, собаки способны развивать скорость более 60 километров в час. Небольшие по размеру, весом не более 20 килограммов, собаки убивают животных намного крупнее себя. На этот раз две собаки нагнали импалу. Убивают и поедают жертву за считанные минуты. Обед вкусный, но хищники не съедают тушу полностью. Танди, Лула и их братья ещё недостаточно взрослые, чтобы охотиться. Но пять недель назад их отлучили от материнского молока. И теперь они питаются мясом. Они голодны, но вынуждены терпеливо ждать возвращения охотников под присмотром старшего члена стаи. В любом коллективе найдётся любитель нарушать общие правила. Танди любопытна. Ей нравится исследовать мир. С каждым днём любопытство ведёт её всё дальше. Лула предпочитает суматошные игры с братьями. Играя, щенки готовятся к взрослой жизни. Игра укрепляет мышцы, обостряет рефлексы. Это разовьёт охотничьи навыки и сделает их ценными членами стаи. Наконец, обед подан. К пиру присоединяется вся семья и взрослые, и молодые особи. Взрослые отрыгивают мясо, которое съели заранее. Или отрывают куски от убитой туши и кормят ими щенков. Совместная трапеза – залог успеха гееновидных собак. Таким образом, можно накормить всех и сплотить семью. У диких собак самый высокий уровень социализации. Они крайне редко дерутся из-за пищи. Добычу они всегда делят с ближним. Альфа-самка услышала какой-то шум в зарослях. У гееновидных собак самый острый слух в семействе псовых. Уши блюдца напоминают спутниковые антенны, которые улавливают звуки. Там что-то есть. шорохи. Может, ветер? Нет. Самка что-то чует. Там что-то есть. Что-то опасное. Пятнистая гиена. Заклятый враг гиеновидной собаки. Это животное вдвое больше по размеру и с необычайно развитыми и сильными челюстями. Гиены воюют с собаками за добычу. Они всеядны. Наконец, вся семья Мапаны почуяла опасность. Однако гиена не пойдет против целой стаи собак в одиночку. Но раз пришла одна, будут и другие. Пятнистые гиены живут кланами до 80 особей. Один такой клан поселился всего в полутора километрах от места, где живут сейчас гиеновидные собаки. Это клан Укоо. Целая банда из 30 крепких проворных хищников. Они не жили здесь несколько месяцев. Но поскольку сейчас вся добыча собирается у реки, эта местность для гиен стала главной резиденцией. Для них, как и для гиеновидных собак, это возможность прокормиться в сухой сезон. Но жизнь в клане гиен совсем не та, что в собачьей стае. Здесь нет никакого семейного единения. Каждая гиена сама за себя. Клан Укоо образован несколькими семьями. И здесь царит строгая иерархия. Самки даже с самым низким статусом превосходят самцов. А верховный лидер старшая самка правит своей железной лапой. К верхушке жизнь благосклонна. Мясо посвежее и логово покомфортнее. А те, кто внизу пирамиды, питаются объедками и спят на улице. Молодой самец Ндугу. Ему девять месяцев. Он старший из молодняка гиен. Время от времени он еще кормится молоком матери, но теперь ей приходится кормить еще двоих. И ему почти не достается. Раньше мать заботилась о том, чтобы Ндугу питался свежедобытым мясом и яростно защищала сына в клановых распрях. А теперь он уже вырос и может сам ориентироваться в сложных взаимоотношениях гиен. Ндугу предстоит определиться с клановым статусом. Примерно через год, когда он достигнет половой зрелости, Ндугу придется покинуть родовой клан навсегда. Детеныши гиеновидной собаки Танди и Лула тоже на распутье. Через пару недель им придется покинуть родное логово. Единственный дом, который они знают. И отправиться за своей стаей в большой мир. Гиеновидные собаки преодолевают огромные расстояния, делая остановки на три месяца в году для выведения потомства. Танди, Луле и их братьям понадобится много сил и сноровки, чтобы не отставать от взрослых. По мере роста и развития им требуется все больше мяса. Щенки постоянно голодны. Но, как обычно, они остаются дома и ждут возвращения охотников под присмотром пары нянек. Вдруг на территорию вторгаются чужаки. На этот раз антилопы гнул. не хищники, а добыча. На расправу со зверем весом в 250 килограммов потребуется гораздо больше двух собак. Но охранники не могут устоять перед соблазном. Щенки пристально наблюдают за антилопами из-за кустов. Отличная возможность поучиться у взрослых искусству охоты. Гну забеспокоились. Ранее у них уже были стычки с дикими псами, и редко они заканчивались хорошо. Обстановка напряженная. тем временем Танди делает то, что у нее получается лучше всего и следует окрестности в одиночку, совершенно не подозревая о том, что происходит в 30 метрах от нее. Если стадо в панике ударится в бегство, антилопы легко могут затоптать молодую собаку. гну двинулись с места, но пошли в другую сторону. Собаки дали им уйти. Танди продолжает поиски, не догадываясь, какой опасности избежала. Ей повезло на этот раз. Бородавочник добыча подходящего размера, однако и с ним справиться нелегко. Вооруженные клыками и бивнями бородавочники зачастую ранят более крупных хищников. Няньки не могут устоять перед возможностью поохотиться и покидают свой пост. На этот раз Танди чует неладное и спешит назад в безопасное логово к семье. теперь щенки совершенно одни впервые в своей жизни. Коротконогий бородавочник не соперник быстрым гиеновидным собакам. пробежав двести метров они настигают добычу. Но на этот раз няньки не тащат тушу в логово, а зовут своих маленьких подопечных и ведут туда, где лежит мясо. так далеко от дома щенки еще не уходили. Это завершающий урок, после которого им разрешат охотиться со взрослыми. Лакомиться добычей одно дело, а убить ее самому совсем другое. Если щенки собираются стать охотниками в этой стае, им нужно быть командными игроками. А для своенравной танди это не так просто. Чем сплоченнее стая, тем она сильнее. Собак отличает тесное взаимодействие между членами клана. В отличие от гиен, иерархия основана не на страхе и подчинении, а на игре и сотрудничестве. Это наименее агрессивный вид семейства псовых. Во главе стаи доминантная пара. Крепкие узы постоянно подкрепляются церемониями приветствия, в которых даже альфа-самцы готовы уступить другим. Благодаря этому стая охотится и распределяет пищу вместе. Запах для объединения членов стаи также важен. На морде, гениталиях и на заднем проходе расположены пахучие железы, по которым определяется возраст, состояние здоровья и статус. Члены стаи катаются по земле там, где помочилась другая собака, присваивая себе тот же запах. Таким образом, сильный аромат, идущий от собак, позволяет сородичам, отставшим от стаи, быстрее найти дорогу к своей семье. В отличие от гиены большинства других млекопитающих, самки оставляют стаю ради выведения своего потомства. В новой семье они создадут такие же крепкие отношения. млекопитания щенки и няньки переваривают обед, в километре от них охотятся альфа-самец и еще несколько членов стаи мопаны. Они пришли сюда по холодку ранним утром. А теперь во время зноя не хотят двигаться дальше. Гиеновидные собаки сумеречные животные, то есть наиболее активны в сумеречные часы. Предпочитают охотиться в темное время суток и на рассвете, а днем отдыхать. Но время отдыха подходит к концу. Главная самка гиен привела часть клана Укоо к берегу реки. Впервые члены стаи мопаны увидели соседей так близко. Гиен и собак здесь, пожалуй, равное количество. Но соперники лучше вооружены. Если дело дойдет до драки, у собак нет шансов. альфа-самец принимает верное решение и уступает прибрежную зону верховной самке гиен. Но зачастую упустив одно, приобретаешь другое. на обратном пути стая мопаны находит останки мертвого леопарда. Есть пища и будет чем накормить малышей. но сегодня ветер дует в сторону гиен. И они тоже учуяли запах мертвечины. Они задерживаются у обрывков туши, которые не заметили собаки. Ненадолго. Собакам сразу надо было убегать с добычей в зубах. ноги иены ее уже заметили. Вновь собакам остается только ретироваться. во второй раз стая мопаны уступает место своим новым соседям. Оба вида верны своей природе. Дикие собаки уходят ни с чем, но вместе. Тогда как гиена, завладевшая добычей, не делится с сородичами не кусочком. В клане гиен тем временем происходят скандалы. Подобно гиеновым собакам, дугу и другие гиены определяют статус друг друга по характерному запаху. Статус определяет все. кто первым ест, какое место занимает и кто кем помыкает. Гиенам статус передается по наследству от матерей, но можно повысить его в борьбе. Все гиены ищут возможность, чтобы улучшить свое положение. Пока самки-лидера нет дома, некому контролировать стаю и происходит переворот. Мама-ндугу, самка с низким статусом, пользуется моментом, чтобы изменить жизнь. Она начинает третировать других гиен. Возможно, положение ндугу изменится. Он еще молод и зависит от статуса матери. Если она поднимется по социальной лестнице, то и он тоже. Ндугу берет с нее пример и нападает на щенков помладше и выше по статусу. гиен. Но даже если прием сработает, матери и сыну нужно подстраховаться. Сила в наличии союзников. Если несколько гиен объединятся, они свергнут самку-лидера. но план рушится. Никто не хочет подвергаться нападкам со стороны выскочек. Вместо того, чтобы присоединиться к движению ндугу и его мамы, гиены затевают беспорядочную драку. Затея провалилась. Вернулась главенствующая самка. она быстро наводит порядок в клане. Восставшие уходят прочь, поджав хвост в знак подчинения. Остальные обнюхивают, лижут и гладят королеву, заверяя ее в своей преданности. Попытка переворота не продвинула маму ндугу вверх в иерархии стаи. И теперь с ним никто не хочет общаться. статус в клане теперь вряд ли повысится. Провальная революция послужила толчком к взрослению ндугу. Он больше не относится к молодняку, а входит в низший ранг самцов. А поскольку он моложе всех, то и ниже всех по статусу. Самцы в возрасте до двух лет держатся близко к семейному клану, а потом покидают его и формируют холостяцкие банды. Но недовольный и разочарованный ндугу уже в девять месяцев решает пойти иным путем и попытать счастье в другом месте. Опрометчивый шаг. Он молод и неопытен, а жизнь вне клана полна опасностей. Под покровом темноты гиеновидные собаки возвращаются на берег реки, откуда ранее их прогнали гиены. Почти сутки у стаи не было добычи, что редкость для гиеновидных. По ночам на берегу реки собираются большие стада антилоп. Таким хищникам, как львы, негде укрыться в засаде на открытой местности. Однако для собак, загоняющих жертву, это идеальный плацдарм. Радостное попискивание признак возбуждения. Члены стаи подают друг другу сигнал о начале охоты. Но им нужно соблюдать осторожность. Опасность для них представляют не только гиены. лев враг гейновидных собак номер один в долине. Большие кошки охотятся за той же добычей и дикие собаки для них прямые конкуренты. Львы убивают собак не ради пищи, а ради травли. Многие иновидные собаки не настроены делиться добычей. Дома их ждут голодные малыши. львы львы настроены решительно и вскоре собаки начинают отступать. Однако альфа-самец не намерен сдаваться. Благодаря упорству он и стал вожаком стаи. Тем не менее храбрость это одно, а безумие совсем другое. лев развивает скорость до 80 километров в час. У собак скорость ниже, зато они выносливее. на этот раз выносливость побеждает. И даже в темноте дружная стая собак остается вместе. Большие кошки отвоевали территорию. Но ненадолго. члены клана Укоу заволновались. Стараются не упустить свою возможность. Сегодня львы в отличной форме. Прогнав гиеновидных собак, они принимаются за охоту. А гиены только этого и ждут. львов очень много. И они быстро разрывают тушу на части. Таким образом каждый из львов ест свою часть. Что вполне устраивает гиен. С целым прайдом мелким гиеном не справиться. А по отдельности львы более уязвимы. тем не менее члены клана довольно смелы и сильны раз отваживаются подступиться к прайду львов. Трусам достаются лишь жалкие объедки. А гиенам хочется нормальной пищи, поэтому они решаются пойти в атаку. гиены достаточно хитры, чтобы объединиться с сородичами для дела. Но делиться трофеями не будут никогда. наконец, члены прайда отгоняют гиен. Сам коважак в суматохе оказалась загнанной в угол. Ее окружили три здоровенные львицы в два раза крупнее ее. Однако опыт и хитрость гиены слишком велики, чтобы позволить нескольким большим кошкам одолеть ее. Все гиены спасаются бегством. Однако еды им досталось намного меньше, чем нужно. Они все еще голодны. гиеновидные гиеновидные собаки на взводе. Одни из самых умелых охотников Африки оказались вытесненными со своих угодий сначала гиенами, потом львами. гиенами теперь их преследуют гиены. Стая собак нашла новую цель самца антилопы пуку. За короткое время собаки настигают свою добычу. Но едва им удается отведать немного мяса, как появляются гиены. Такое соседство отравляет гиеновидным собакам жизнь. Стая возвращается домой. Им нечего предложить голодным детенышам. Танди, Лула и остальные привыкли питаться дважды в день. Спустя более суток без еды щенки слабеют. А силы им понадобятся. Ведь меньше, чем через две недели они впервые пойдут на охоту. Это важный этап. Переход из статуса щенков в подростки. Они жаждут повзрослеть, но им не хватает питания, чтобы стать такими же сильными, как взрослые собаки. В жаркий день стая, как правило, отдыхает. Но охотникам нужна добыча, и они снова отправляются в путь. Малыши с энтузиазмом щебечут и пытаются бежать следом. Нянька хочет загнать своих подопечных обратно в укрытие. Однако детеныши по-прежнему шумно резвятся на открытом участке. И нянька постепенно сдается. Почти в километре отсюда еще один подросток вышел из укрытия. Ндугу пережил первую ночь вне клана. Он и раньше покидал нору, но никогда еще не уходил так далеко и надолго. Он молод, доверчив и беззащитен. Стая Мапана движется прямо на него. Прекрасная возможность уничтожить одного из конкурентов. Альфа-особи проносятся мимо, стремясь нагнать добычу. Но вдруг замирают. Ндугу угрожает реальная опасность. он словно застыл от страха. Известно, что дикие собаки убивают гиен. Но сейчас члены стаи не знают, что делать. Они уходят. Маловероятно, что молодой самец послужил бы им пищей. Обычно собаки не едят других хищников. Но все, что им сейчас нужно, накормить голодных детенышей. В этот раз Ндугу повезло. Под вечер щенки гиеновидных собак все еще отказываются уходить в укрытие. Нянька утомилась целый день, пытаясь их утихомирить. И снова Танди сама по себе. Похоже, ей нелегко дается жизнь в коллективе, столь естественная для остальных собак. на закате щенки и не думают прекращать свои веселые игры. Их заметили. но вовсе не малыш Ндугу, а зловещий матриарх клана Укоу. Почуяв запах гиены, щенки и их нянька насторожились. в панике большая часть собак прячется в зарослях. Но Танди, которая играла отдельно от остальных, бежит в другую сторону. и попадает не домой, а прямо в зубы грозному противнику. Малышка Танди ценой жизни продемонстрировала, что бывает, когда гиеновидные собаки не поддерживают тесных взаимоотношений. Самка вожак не одна. Повсюду рыщут другие гиены. Лула и остальные щенки по-прежнему прячутся в колючих зарослях и остаются легкой добычей для разбойничьего клана. С наступлением ночи нянька стойко отражает нападение гиен и отчаянно ищет следы своих подопечных. вскоре возвращаются все члены стаи и альфа-самка возглавляет поиски. Но нигде не находит детенышей. С рассветом логово стаи Мапане опустело. Гиеновидные собаки прошли почти 8 километров уходя как можно дальше от соседей гиен. С ними рядом Лула и ее четверо братьев. Они пережили нападение гиен. Собачья семья покидает свой дом. Хотя щенки еще не готовы к взрослым походам. Их логово было обнаружено и вожаки больше не станут рисковать потомством. Лула далеко не отходит. Возможно теперь она понимает как важно быть частью стаи. А в клане Укоо воссоединилась еще одна семья. Через два дня после побега Ндугу спешит обратно в родной клан. после встречи с гиеновидными собаками он решил побыть дома подольше. Через год Ндугу уйдет снова, на этот раз навсегда. Он примкнет к другому клану, где у него будет возможность встать во главе местных самцов. А для Лулы и ее братьев ближайшие несколько недель наполнятся захватывающими впечатлениями. Лула вырастет и станет полноправным членом стаи Мопаны. Но в конце концов и она покинет родную семью и отправится на поиски другой жизни, где у нее возможно тоже появится свое потомство. Программа озвучена на студии Велес. Текст читала Светлана Кузнецова. Продолжение следует...